Всем привет! Сегодня я предлагаю выпить чашечку латы и в то же время создать макияж, вдохновленный этим ароматным напитком. Lata Makeup Look стал самым трендовым макияжем этой осени. В этом образе можно увидеть Хайли Бибер и различных популярных инстадив. И я не исключение, решила повторить этот макияж, понять, насколько он мне идет. Давайте преобразим себя в настоящую латы-королеву. В Lata макияже очень сияющая и загорелая кожа. Я использую легкий тон Face & Body от MAC как основу и распределяю по лицу пушистой кистью модли, которая специально предназначена для кремовых текстур. Еще немножко тона на лоб, он увлажнит лицо и сделает кожу более здоровой, как будто бы она светится изнутри. Да, такой тональный крем не перекрывает несовершенство, но после мы это все исправим. Теперь я хочу сделать лицо более загорелым. И первым этапом я нанесу бронзер. Кремовый бронзер делает еще больше сияния на коже и зальет лицо бронзовым светом. Пушистой кистью я наношу на скулы, на шею и на все выступающие зоны. Вторым этапом я буду использовать контуринг кремовый. Наношу его на руку и также беру пушистую кисть, растушевываю. Прохожусь по периферии лица похлапывающими движениями, рисую так называемую троечку, делаю лицо более фактурным. Одним из акцентов этого макияжа является кожа, поэтому я ее очень тщательно прорабатываю. После скул я перехожу к носу, его я буду тоже контурировать кремовым корректором. Прям пальчиками беру и растушевываю две маленькие полосочки на спинке носа. Глоток кофеечка, я готова продолжить латный макияж. Чтобы убрать темные круги под глазами и выровнять больше тон лица, я использую корректор в цвет моей кожи, он даже немножечко желтоватый. Также высветляю область подбородка и лба. Под скулой я очерчиваю прямую линию, чтобы сделать скулы еще более выразительными. Дальше я беру светлый корректор и наношу его под глаза, а также на выступающие зоны. Таким образом покрытие будет более плотным и освежающим. Теплыми пальчиками я топчусь на коже и расплавляю консилер, печатывая в кожу и делая его более незаметным одним целым. Под глазами эта работа более деликатная, потому что не нужно подбираться слишком близко к нижнему веку, чтобы не уменьшить глаз и чтобы консилер не скатался. Все готово. И теперь я заматирую Т-зону легкой пудрой. Остатки я растушую кисточкой. После чего я перехожу к сухому бронзеру. Им буду совсем деликатно прорабатывать скулы и всю периферию лица, добавив немного сияния. Таким образом я добавлю яркости и зафиксирую кремовые продукты. А для создания нежного и теплого макияжа глаз мне понадобятся оттенки, напоминающие цвета ла. Сейчас покажу, как они переносятся на глаза с помощью кисти. Светлым оттенком я создаю базу и прохожусь по нижнему и верхнему веку, чтобы тушевка ложилась плавнее. После чего использую коричневый цвет и простраиваю им форму. Прямо пушистой кистью я аккуратно растушевываю верхнюю складку века, придавая более округлую форму глазам, как в референсе лата макияжа. Маленькой кистью бочонком я углубляю оттенок коричневого, тени хорошо наслаиваются, поэтому я беру коричневый цвет и достраиваю им форму полукруглого глаза. После матового коричневого цвета, которым я простроила форму, я буду использовать бронзовый вкусный цвет. А цветом мокрого песка я ставлю блик во внутреннем уголке глаза. После чего я использую коричневый карандаш, чтобы прокрасить межресничку. В этом макияже она нам важна, но я не использую черный карандаш, чтобы он не перегрузил макияж. Я использую коричневые оттенки в цветах латы макияжа. Заряжаюсь еще немножко кофе и продолжаю рисовать верхнюю и нижнюю межресничку. Дублирую все тенями, чтобы хорошенько зафиксировать это коричневые матовые тени из той же палетки. После чего подбиваю керлером ресницы. И наношу коричневую тушь. Она также не даст стать макияжу грубым, добавив акценты сияющей кожи и бронзовым оттенком. Макияж глаз готов. Я себе совсем не смыслю без бровей, а в латы макияжа они очень легкие. Я постараюсь не утяжелить этот макияж и сделать легкие брови. Поэтому прорисовывать их буду тоже с помощью теней. Это поможет мне добиться максимально полупрозрачного эффекта. Начиная с кончика, я рисую хвостик брови, задирая его наверх. После чего гелем для бровей я зачесываю волоски наверх. Получился очень красивый эффект. Можете сравнить с другой бровью. Разница колоссальная. Вторая бровь у меня более лысая. Я не знаю, в чем причина. Возможно, я сплю на этой стороне и брови выпадают. Вторую бровь я точно так же прорисовываю с кончика. Заполняя тело бровей более легко и воздушно. Я зачесываю брови гелем и вуаля. Когда брови готовы, можно переходить к губам. Теперь я использую коричневый карандаш для губ. У него есть небольшой розовый отлив. Поэтому на губах он смотрится более естественно, сочетаясь с красным пигментом. Все ссылки на продукты я оставлю в описании. Так что чекайте, все будет там. А я заполняю коричневым карандашом форму за контурок. И совершенно не стесняясь, добавляя себе миллиметр или два. Главное сделать четкую и красивую форму, которая нравится вам. В латы макияжа губы чувственные. Поэтому после карандаша я беру кисть с остатками теней и растушевываю карандаш. Контур должен напоминать естественную тень. После чего я беру тинт плашес, растушевываю на руке и легким движением наношу на губы. Мне очень нравятся матовые помады. Но я все-таки решила быть в латы макияжа полностью. И решила прогуляться за блесками. И пошла в свою бьюти-кладовку, чтобы найти те самые блески, которые будут еще больше придавать сияние и бронзовости этому макияжу. Надеваю золотые аксессуары и наношу сияющий блеск. Я выбрала тот, что посветлее. Очень классно сочетается с бронзовыми тенями и их подсвечивают. А вот и мой готовый лук. Это лата макияж в моем исполнении. Ну что ж, время подводить итоги. Точно могу сказать, что этот макияж мне нравится. Я проходила с ним весь вечер и помада даже не стерлась после того, как я поела. Я очень аккуратно ела. Осень вдохновляет на природные золотистые оттенки. Пользуйтесь этим, внедряйте его в свой образ. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.